Акция «Служим народу, закону, отечеству» собрала в парке ребят, которые пока еще не определились с профилем будущей деятельности, однако уверены, она будет связана с охраной общественного порядка. Конечно, благодаря кинолентам работа правоохранителей приобрела некоторую романтичность, однако и суровые будни здесь никто не отменял. Все эти люди ежедневно стоят на страже закона. Они отвечают за безопасность и спокойствие на городских улицах. Миссия не из легких, однако она посильна тем, кто предан и верен своей мечте. Формана мне, потому что я учусь в школе номер 8 в классе правового направления. Ну, а интересуюсь, потому что у меня был и папа в милиции, и дед в милиции, и правец в милиции был. И мне это интересно. Я хочу жить в своей родине. Продолжатель милицейской династии Кирилл Лазарев свой профессиональный выбор уже сделал. К слову, он в числе первых подал заявление с просьбой рассмотреть его кандидатуру для поступления в профильный вуз. Этот важный шаг Кирилла и еще двух молодых людей был отмечен памятными подарками от руководства УВД Брестского облсполкома. Друзья рассказывали, вот работают тоже. В ОМОНе работают, рассказывали про это все. И тоже хочется как-то внести свой вклад в это все. С 2002 года Управление внутренних дел Брестского облсполкома проводит активную наступательную профориентационную работу среди учащихся не только города Бреста, но и всей Брестской области. В настоящий момент у нас функционирует 58 правовых классов. Мы охватили 21 школу в области, а также есть у нас Брестское областное кадетское училище. В общей сложности у нас обучается порядка 1200 ребят. Такого рода мероприятия, как показывает практика, имеют свой результат. Цифры статистики подтверждают. Мотивированные юноши и девушки Брестского региона исполняют свои заветные желания и получают интересную профессию. Если брать правовые классы, итоги вступительной кампании, она для Брестской области прошла успешно, то 68 ребят, в том числе 8 из Бреста поступили как в Академию МВД, так и Могилевский институт. Из них 18 – это выпускники правовых классов.